МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они хотят общаться с детьми-инвалидами, рассказать о своих трудовых подвигах, показать то, что они умеют, что они хорошо делают, и они готовы тоже дружить. И сегодня произошло очень много интересных знакомств. Хочется, чтобы этот город добра был вечным. В этом году фестиваль «Город добра» был посвящен году театра, поэтому главным подарком для гостей стал спектакль про царевну в исполнении актеров театра Натальи Бондаревой. Заслуженная артистка России считает, что участие ее команды в фестивале «Город добра» – большая честь для них. Для каждого, мне кажется, человека важно, когда ты отдаешь. И когда ты берешь, а когда ты отдаешь и даришь. И вот сегодня эту сказку я видела, что вся труппа с такой сердечностью, с таким трепетом играли для своих родных, вот этих вот детишек в зале. Яркие мизансцены сменяют друг друга. Каждый скрыт смысл. Показаны проблемы современного общества. Интернет-соцсети захватывают умы людей. Но пока сердца пылают любовью, остается надежда на светлое будущее. Когда постоянно дети все-таки в гаджетах, в мобильных, в телефонах, очень хотелось показать им, что, конечно же, интернет, конечно же, вот это то, что сейчас происходит, это важно. Но очень важно, чтобы профессия была у них у самих. Фестиваль «Город Добра» – это общение и новые возможности для тех, кому так необходимо чувствовать себя нужным в современном обществе. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова